Всем привет! Вы на канале LiveCrypto, где я рассказываю про интересные блокчейн-проекты. В этом видео я хотел бы поговорить про проект, который имеет название как LTO Network. Думаю, многие, кто следит за индустрией, за проектами, слышали его, потому что достаточно хороший он получил отзывы в комьюнити. И в целом проект выглядит достаточно интересным и перспективным. Как вы видите, это гибридный блокчейн для децентрализованных процессов. То есть данный проект позволяет интегрировать все процессы с повышенной безопасностью и прозрачностью для сохранения конфиденциальности данных с необходимыми требованиями GDPR. Как вы знаете, GDPR это европейский закон, который достаточно строго регламентирует, как нужно работать с персональными данными. Ну, соответственно, если этому закону пренебрегать, то могут возникнуть у компании достаточно серьезные проблемы. Что еще хочется сказать, как вы видите, что LTO Network победитель Блокотона, проводимая в Министерстве юстиции Нидерландов. Еще я бы хотел обратить внимание, что сайт есть на русском языке с хорошим переводом. Также хочется сказать, что документы на русском языке есть. Это как и summary, так скажем, краткая версия, так и полноценная белая книга, где можно найти, ознакомиться с заглавлением и, в принципе, почитать всю необходимую информацию. Лично я в этом вижу большой плюс, соответственно, проект настроен решительно и, с учетом того, что подготовлены документы, ну, естественно, это не может не радовать. Ну, чем плюс для русскоязычного комьюнити то, что с документом можно ознакомиться, ну, и понять гораздо глубже, во-первых, суть проекта, ну, и, конечно же, какую проблему он решает. Как мы видим из данных на сайте, то проект, в принципе, начинает свою работу с 2014 года. И, как вы понимаете, изначально этот проект создавался как, в принципе, платформа для работы с документацией и, в принципе, по организации рабочих проектов. В принципе, какой вариант использования можно подумать, что, допустим, проект создает технологию, с помощью которой можно совместить конфиденциальность и прозрачность. При помощи технологии блокчейн проект может бороться с коррупцией и мошенничеством. При помощи LTO-нетворк организации смогут выполнять работу децентрализованно. Каждая сторона может участвовать во всех процессах с помощью собственных узлов. Все стороны при взаимодействии могут делиться данными, документами или доказательством нулевого знания, так называемой Zero Knowledge Proof. Децентрализованный процесс работы, аналогичный смарт-контрактам, называется Live-контрактами. Их цель, как определять состояние сети, так и активно информировать все стороны о входе рабочих процессов. Это, в принципе, основная суть проекта и основная цель проекта. Вот здесь как раз таки есть понятие, что такое живые контракты, ну или Live-контракты. Как вы видите, что здесь представлена блок-схема, которая... Давайте даже чуть увеличим. Ну, то есть проект документов, рассмотрение документов, принят, отклонен, подпись стороны А, подпись стороны Б. В принципе, тоже все здесь понятно. Блок-схема, в принципе, здесь понятное взаимодействие документов, генерации ключа, приглашение личности. Это процесс описан. В принципе, достаточно здесь все. Ну и как же вот, пример взаимодействия двух процессов также есть. Также, что мне хотелось бы сказать, что, как вы видите, здесь есть... Важное замечание, что называется, как глобальный блокчейн, и является публичным блокчейном со свободным доступом. Как раз таки, что это дает возможность, в принципе, работать. Также вы видите, они объясняют, что глобальный блокчейн принадлежит семейству NXT проекта, NXT блокчейн, который, думаю, тоже слышали. Ну и также видите, как форк платформы Waves здесь есть. Ну, повторю, что здесь информации достаточно много, советую вам с ней ознакомиться. И, как я уже говорил, важно, что здесь будет, есть русский язык. Как видите, также про миниатюрные приватные блокчейны. Это, допустим, когда вам надо с кем-то разговаривать, так скажем, лично, и чтобы ваша переписка осталась конфиденциальной, то, соответственно, есть такое понятие, как P2P-коммуникации. Но, соответственно, вы можете, допустим, конкретно разговаривать с каким-то человеком, ну и, соответственно, быть спокойным за вашу переписку. Никто в нее не влезет. Ну, также здесь есть информация про Unchorning RESTAPE, то есть это уже технические данные. Ну и, кстати, видите, как раз есть и токеномика, в принципе, информация, и, как видите, на нескольких языках представлены. Что еще хотелось бы отметить, что есть GitHub у проекта, и, как вы видите, что он достаточно активный. Вон, последняя активность была 4 часа назад, то есть стэк-технология указана. Ну и, в принципе, здесь вы видите, что над проектом действительно работает, большая активность, большая работа над им ведется. А ведется данная работа команды проекта. Конечно же, хочется выделить главных лиц этого. Это Рик Шмидц, Рик работал юристом в области прямых инвестиций, частного акционирования. Также он работал в таких компаниях, как PVC Delight, это большая четверка, то есть достаточно серьезный проект. Ну и также видите, что он работал в таких проектах, как фирма 24, которая тоже получила хорошую цену. Ну и, конечно, Арнольд Дэниелс. Арнольд это инженер и программист, и, как вы видите, что он достаточно опытный сотрудник, который имеет серьезный бэкграунд, именно технический бэкграунд, и который непосредственно работал в Cloud9, который впоследствии был куплен Амазоном. Ну и также, в целом, здесь команда представлена не одним человеком, здесь достаточно обширный список, и советую вам ознакомиться с ним, в принципе, если хотите знать, то есть, вон, есть ссылки даже на GitHub у некоторых сотрудников, ну и, естественно, LinkedIn. На этом все. Такой вот интересный проект. Пожелаем ему удачи, и будем следить за его развитие. Спасибо. Всем пока.